Сегодня в Гомельском областном клиническом шпитале инвалидов Айчиной войны презентовали новую операционную. Как ожидается, что год тут можно будет проводить свыше тысячи операций на сердце и головном мозгу. С мягчимостями сучасной медицины ознайомились наши корреспонденты. Официально ее называется эндоваскулярным операционным блоком. Отповедный проект подрыхтовали в минулом году. Весь 2020 проводили будовничные работы и занимались установкой медицинского обстановления. Необходные сродки выдаткованы из областного бюджета. Як минимум, половое обсталявание белорусской вытворжести. По словах медиков, по якости и оно не соступая замежным аналогам. Увоголюх это будет операционная европейская стандарта, которая дозволит проводить хирургичные вмешательства на большевысоком узроуне из лепшими выниками. Современная обстановка эпидемиологическая показала, что очень много тяжелых больных, очень много возрастных больных. И вы знаете, одна из теорий, почему там погибают наши пациенты сейчас в условиях коронавируса, это образование тромбов везде. В сосудах головного мозга, сердце, легких, ногах и так далее. Вот это оборудование позволит лечить этих тяжелых больных. По сути, зараз завершен первый этап створения новой операционной. Продемонстрованное обсталявание дозволяя проводить так званые открытые операции. В наступном году в соседнем помешкании установить биплановый ангиограф, который позволяет делать операции и доследование сосудов с допомогой рентгеновских променев. Это самый сучастный метод допомоги хворым. Что год на Гомельшине региструется 5,5 тысяч инсультов. Планируется в следующем году поставка эндоваскулярного оборудования. Это ангиографического комплекса, который позволит выполнять операции на сосудах головного мозга внутри. То есть не доводить человека до инсульта, а выполнять стентирование этих сосудов. Такие операции выполняются только пока в городе Минске и частично в некоторых областных центрах. Это современное операционное новое уровне, которое даст возможность нашим жителям избежать серьезной патологии как инсульт и сделать профилактику этого заболевания. На раннем этапе.